Это Любовь Соболь. Центр избирком предложил отменить скандальные выборы губернатора Приморья. Напомню, что там кандидат от КПРФ после подсчета 95% голосов выигрывал выборы с отрывом в 5%, а потом внезапно проиграл, и победителем объявили единоросса. И вот под напором данных о переписанных протоколах ЦИК решил, что выборы надо отменить. Спасибо, конечно, но вообще-то это возмутительно. У коммуниста Андрея Ищенко просто украли победу. Он уже фактически выигрывал. Подсчет 95% голосов это подтверждает. Но вместо того, чтобы отменить результаты на участках с переписанными протоколами и признать победителем того, кто реально победил, они взяли и отменили выборы. И теперь единороссов снова есть шансы победить. Это как если бы в финале чемпионата мира одна команда выигрывала 3-0, за минуту до победы и тот судья бы взял и назначил переигровку. Еще бы сделал вид, что это он так честность игры обеспечивает. Помимо самих результатов, интересно, что будет с теми, кто занимался переписыванием протоколов. Глава ЦИК Элла Панфилова уже пообещала, что наказания будут. Вот и давайте посмотрим, что это будет за наказание. Ясно же, что это не рядовые члены комиссии придумали внезапно и массово протоколы переписывать. Кто-то ими руководил, кто-то очень высокопоставленный. Что, Элла Александровна, назовете нам все имена организаторов фальсификации, как заявляете? Ждем с нетерпением. А то, знаете ли, нехорошо обещать провести полное расследование, а потом ограничиться наказанием нескольких стрелочников, а организаторам позволить выйти сухими из воды. Единоросс Тарасенко сразу после решения об отмене выборов начал делать противоречивые заявления. Сначала он заявил, что участвовать в новых выборах не будет, но потом сказал, что надо идти на третий тур. Но мне больше всего понравилось его заявление, которое приводит агентство «Прима-медиа». То, что творится в крае, это бардак. Какую тему не возьми, везде провал, сказал Тарасенко журналистам. Ну потрясающе же! 18 лет руководства Путина, все последние губернаторы Приморья были единороссами. Уже почти год сам Тарасенко руководит регионом, и тут внезапно оказалось, что везде провал. Время удивительных открытий просто. Выборы, которые прошли в Приморье, это просто позор. И чтобы его исправить, отмены выборов мало. Как минимум должны быть наказаны организаторы фальсификации. Требую, чтобы было проведено полноценное расследование, и организаторы этих позорных фальсификаций понесли заслуженное наказание. Росстат рассказал о снижении числа бедных в России до 20 миллионов человек. Бедные по официальной статистике это люди с доходами ниже прожиточного минимума, который сейчас составляет чуть более 10 тысяч рублей. И вот таких людей в России 20 миллионов человек. 20 миллионов! И это Росстат еще говорит о снижении. Раньше бедных было даже больше. В 2017 году вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что в России около 5 миллионов человек получают зарплату на уровне МРОД, минимального размера оплаты труда. Тогда МРОД составлял 7800 рублей, и он был ниже прожиточного минимума. Кроме того, Голодец заявил, что в России есть уникальное явление – работающие бедные. Вот она, уникальность России в чем оказалась. В том, что люди работали, получали зарплату, а все равно оставались бедными. В начале 2018 года во время своей предвыборной кампании Путин предложил уравнять МРОД и прожиточный минимум. И вот 1 мая это эпохальное событие случилось. Чиновники с гордостью об этом отчитались. Только вот есть маленькая деталь. Минимальный размер оплаты труда считается до вычета НДФЛ. НДФЛ – это налог на доходы физических лиц. В России он составляет 13%. Вам начисляют зарплату, вычитают НДФЛ и платят на руки уже на 13% меньше. Так вот, прожиточному минимуму должна быть равна начисленная зарплата до вычета НДФЛ. То есть люди все равно на руки получают меньше, чем нужно для выживания. В России вообще низкие зарплаты. По данным того же Росстата, за апрель прошлого года 43% работников получали зарплату до 25 тысяч рублей. Еще 36% – от 25 до 50 тысяч. 18 лет стабильности и руководства Путина. Почти у половины работников в стране зарплаты ниже 25 тысяч. 25 тысяч! Успехи руководства страны просто поражают. И это цифра с учетом богатых нефтяных территорий и Москвы. Вот как, например, выглядят зарплаты в некоторых регионах Приволжского федерального округа. И это средняя зарплата. То есть многие люди в этих областях и республиках получают даже меньше. 27 тысяч 432 рубля составляет средняя зарплата в Мордовии. То самое Мордовии, где 17 лет правил знаменитый губернатор Николай Меркушкин. Прославился он своими уникальными высказываниями. Например, предгрозил никогда не выплачивать долги по зарплате. Это он заявил, когда уже был главой Самарской области. После 17 лет в Мордовии он еще и этой области успел поруководить, прежде чем был отправлен в отставку. Видимо, такие люди – ценные кадры для нашего государства. Но без Меркушкиных республика не осталось. Сын бывшего губернатора Алексей Меркушкин – вице-премьер правительства Мордовии. Ну а что, талантливый государственный руководитель. Видимо, весь в папу. Ну и как у многих талантливых руководителей России, у него есть дача на Рублевке. Навальный фонд борьбы с коррупцией выпускали про нее расследование в 2016 году. Тогда дачу Меркушкина можно было оценить 264 миллиона рублей. По соседству с ним располагались владения тогдашнего министра строительства Самарской области. Его дача оценивалась 360 миллионов рублей. Классно же, сразу видно, живет региональный чиновник. Вот такие они промежуточные итоги, 18 лет стабильности и правления Владимира Путина. 20 миллионов бедных и зарплаты в 20 тысяч рублей на фоне Рублевки с ее дворцами чиновников. Прекрасной России будущего так быть не должно. Люди должны получать достойные деньги за свой труд, а чиновники помнить, что источником власти является народ. В правительстве одобрили идею об увеличении нефтяным компаниям компенсации за сдерживание цен на бензин. Она может составить 630 миллиардов рублей. После резкого роста цен на бензин в мае правительство пообещало, что больше такого не будет и цены будут зафиксированы. Но сдерживают рост цен за наш счет. Для этого используется хитрый механизм. Внутренние цены на нефть держат низкими, а чтобы нефтяники не продавали все топливо за рубеж, им платят специальную субсидию. Она составляет 60% между импортной ценой и специальной, внутренней ценой. То есть в итоге нефтяникам все равно уходят наши деньги. Только платятся они не напрямую на автозаправках, а через бюджет. Раньше для расчета субсидий использовалась цена в 56 тысяч рублей для 92-го бензина. Но сейчас одобрили идею, что она будет снижена. Соответственно увеличится разница между экспортной и расчетной ценой, а следом за ней и компенсация нефтяникам. По расчетам Минфина это приведет к тому, что субсидии нефтяникам вырастут до 630 миллиардов рублей. По совпадению примерно в такую же сумму оценивается бюджетная выхода от повышения НДС. Классная схема. Повысить тем НДС, собрать за счет этого деньги с людей, а потом вернуть такую же сумму нефтяным компаниям. И все это под благими разговорами о сдерживании роста цен. В России вообще все очень интересно с ростом стоимости бензина и объяснением, почему это происходит. Вот в июне 2017 года Дворкович говорил, что цены на нефть почти не влияют на топливные цены в стране. А в декабре 2014 года Владимир Путин удивлялся, почему цены на бензин растут при резком падении цены на нефть. Путин что не знает, что цены на нефть почти не влияют на стоимость бензина в России? Если так, то кто-нибудь из правительства, скорее откройте президенту глаза. Или Путин знал, но решил публично поудивляться, чтобы он хорошим выглядел, а правительство плохим. Если так, то вот она, настоящая многоходовочка. Ну и в конце давайте просто посмотрим на график цены бензина за последние пять лет. Да, в январе 2013 года бензин стоил меньше 31 рубля. За пять лет цена литра 95 бензина увеличилась на 15 рублей. Остается только вздохнуть. Но помимо этих цифр из графика видно, что общий тренд это постоянный рост. Поэтому ответ на вопрос, вырастет ли цена бензина в 2019 году, к сожалению, очевиден. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.